загрязнение друзья всех приветствую значит смотрите этот объект мой давнишний здесь сначала поставили одну очередь панели потом вторую потом поменяли один инвертор на другой с функцией продажи и сейчас человек захотел расширить еще мощности по солнечным панелям здесь по умолчанию можно было подключить у нас здесь 250 короче напряжение холостого хода 36 вольт на новый инвертор у которого максимальное напряжение холостого хода 450 вольт максимально подключить 12 панелей друзья здесь и есть 12 панелей вот но летом 12 панели работают нормально зимой понимаете да при охлаждении растет напряжение холостого хода и в переходные моменты пока там переспрашивалась мощность после затенения допустим солнца тучками выскакивало напряжение с этих 12 панелей с их параметрами за 450 вольт и уходили в ошибку как мы решили эту проблему летом просто хозяин стал выключать одну панель вот эти коннекторы разъединял подсоединял короче вот эта панель висела в воздухе вот но мы решили увеличить мощности солнечных панелей они будут стоять там это я вам тоже сейчас покажу что как и сделаем так одно поле будет вот эти вот 9 панелей и второе поле будет вот эти три панели и 6 на той кровли тоже также 9 панелей то есть два поля параллельных по 9 панелей и конкретно на этом объекте у меня появляется очень хороший пример показать вам и ответить на ваши вопросы какие вопросы типа михаил что будет если мы подключим на один мппт контроллер где он один всего лишь два разнонаправленных поля вот или там допустим часть панели будет стоять далеко а часть панели рядом с контроллером да и там типа длинными проводниками вот я вам сейчас расскажу друзья тут систему но сразу предупрежу хозяева здесь совсем согласны именно так это будет то есть вот оно поле как я ранее сказал 9 панелей три панели будут стоять здесь длинным проводником будет соединяться с шестью панелями стоящих на той кровли но это еще не вся беда запоминаем параметры конкретно вот этих вот электрических модулей до ток напряжение все остальное но конкретно таких же панели как там 250 их не было даже не было дельты фирмы поэтому купили бушные вот такие двести семидесятые панели тут есть чуть-чуть повыше напряжение холостого хода почти одинаковый ток ну в общем понимаете да разные еще и панели будут стоять в одной цепочки из девяти штук но это еще не все беды друзья вызывает уважение люди которые отказываются от просмотра телевизора возвращаясь к стоимости инструмента и оснастки вот купил я сверла за комплектом короче железок давайте так назовем сверлами это нельзя назвать за комплект железа когда около 400 рублей вот небольшой комплекта это не то что мне дарили там люди а вот типа на озоне до 400 рублей комплекс этих сверлами короче но они ну я их заточить попробую конечно на карбароне да но они не сверлят они просто не сверлят это просто форма сверла имеет короче обычная железка гвоздь просто а мои хорошие унесли сверла все и вот таким способом стенку на уголках на дюбель гвозди снизу на уголках в кровлю наклепки крепим всех шесть панелей методика крепления вниз кладем одну панель в нее опираем чтоб не съезжало здесь прикручиваем уголочек уже просверливаем отверстия под любили гвозди то же самое с этой стороны потом если что дублируем здесь вот как и там несколькими саморезами кровельными в алюминику но сейчас вот тут вот просверливаем сверлом по бетону эти отверстия и ставим дюбель гвозди закрепляем вверх вот так вот у нас первый день смонтировал все панели теперь разве ну теперь объясню в чем не так как говорится это поле из 9 панелей будет смотреть в одном углу в одном направлении вот это поле вот и вот эти три крайние панели они мало того что будет смотреть под разным углом в разные направления видите да так они еще и разной мощности и вот это вот второе поле такое вот с кучей таких артефактов в соединении будет работать параллельно вот тому поле и как раз посмотрим какие будут мощности так друзья давайте заедем в электротехнологии пятигорских кстати панельки все стоят и ждут когда же я их запущу в эксплуатацию но пока пока нам здесь надо купить короче mc4 коннектор и по моему там предохранитель нужно увеличить по мощности в два раза потому что будет стоять не на каждое поле ну в общем покажу поэтому скорее всего и предохранитель помощнее надо будет взять еще вот такой диодик друзья возьмем он называется вот так разъем с диодом совмещенный mc4 15 ампер 360 рублей стоит конечно но это мы разделим два поля провода между двумя этими полями будет сип проложен вот там я сразу врежусь грубо говоря минусом да а вот плюс у нас пойдет от ближней части и нужно будет его привести вот сюда вот так вот сип соединен с этим mc4 и солнечным кабелем через вот такую обжимку прокол минус я там подключаю сразу в кабель снижения который идет к инвертору а плюс мне надо перекинуть до другой до другой тройки вот панели которые вот тут стоят на этой кровли и зацепить их последовательно 6 там и 3 здесь коммутация окончена облачность у нас такая давайте сейчас посмотрим сколько вот эти 9 панели дают по мощности по напряжению друзья кто не поставил лайк поставьте пожалуйста лайк я сейчас буду очень много тут бегать короче с подвала на крышу с крыши на подвал почему потому что чтобы вы понимали я не вел от нового поля проводники до до непосредственно щитка нет я подключился вот здесь то есть сейчас удвоенный ток будет идти по тому же самому сипу опускаться в подвал то есть все коммутации я совершил наружу и вот сейчас я включил одно поле идем смотреть мощность напряжение 270 вольт напряжение это рабочие и 300 ватт идет с поля которое 9 панели все смотрят в одном направлении конечно да могут быть погрешности потому что видите да какая облачность но сейчас мы подключаемся уже другим полем новым именно только новым то есть это поле мы быстренько отключаем а вот это где ну вот эти в поле новое с теми панелями и вот с этими под разным углом и даже немного в разные стороны света смотрящие давайте посмотрим там сейчас мощность напряжения друзья ставьте лайк пожалуйста и кому нужны скидки на оборудование в описании есть ссылка на мой телеграм-канал там по запросу я могу вам дать ссылочки ну промокоды так сказать в магазинах моих партнеров которые дадут вам скидки 270 напряжение 180 ватт с кривого поля были ну на самом деле считай 120 ватт нету но погрешность все-таки на облачность друзья грешу на облачность куда явно облачность давайте вернем опять первое поле без второго здесь выключаемся здесь включаемся да вот как раз сейчас облачность будет примерно одинаково бегу я не быстро поэтому мппт наверняка там переспрашивает с новыми вольт амперными характеристиками короче панели поэтому пока я дойду явно будет перенастроен инвертор контроллер точнее инвертор да видите меньше 230 друзья вот это вот верю облачность примерно одинаково то есть с кривого поля мощность меньше но запоминаем 230 плюс 180 так облачность пока облачная сейчас давайте подключим оба этих поля параллель так сказать и посмотрим суммарно совпадет мощность 240 и 180 это сколько у нас 230 там 240 плюс 180 получается 340 420 ватт ну так должно быть даже ладно давайте 400 как определиться мппт тоже долго шел все друзья ну как то так вот не хватает 10 да я думаю даже 20 ватт но сейчас ставить диод развязывающий я просто физически не вижу смысла но я вам показывал ранее почему потому что пасмурная погода но друзья давайте сделаем так накидайте пожалуйста лайков и вот допустим у меня в среднем бывает там допустим на 1000 100 лайков ну накидайте хотя бы 300 чтобы было один к трем и я обязательно сюда приеду в солнечный день постараюсь это сделать ну лучше конечно сами не с обеда вот а чуть попа раньше и до обеда сделать пару тестов в обед еще именно когда солнце светит и проверим с развязывающим диодом и без развязывающего диода сколько в общем будут давать эти поля и ответ быстрый можно ли ставить солнечные панели разнонаправленные работающие параллельно на один мппт да можно эффективно это нет неэффективно это потери друзья все равно стоимость мппт сейчас скажите все остальное друзья тут вопрос не в том что что круче или даст ли за весь день больше вот а именно про эффективность в моменте мппт очень нет давайте так скажем не очень а мппт не точно определяет точку максимальной мощности при различных вольт-амперных характеристиках полей а здесь они как раз таки вольт-ампер на разные вот и это первый момент а если выйдет солнце то вообще будут совсем другие показатели кстати пока не забыл вот смотрите там у нас 25 автомат стоит тут ток короткого замыкания 8 ампер так что зря я купил 40 автомат он тут не нужен 25 нормально справиться с этим током пропустит он через себя с двух полей вот но люди заимели удвоенную мощность вот сейчас будет почти там 5 киловатт идти и будем наблюдать кстати как она там видите то есть смотрите здесь вот так а три последовательно соединенных тому полю они вы стоят вот так во первых угол другой во вторых немножко направление другое это вот тоже вопрос мне задавали михаила что будет если короче разнести там три панели которые будут последовательно соединены стоят здесь а три панели там в другом месте и как раз другое направление смотрят в пасмурную погоду работает все нормально можно так делать можно нужно так делать на нормальных объектах где можно сделать все ровно красиво не надо так криво делать почему здесь я так сделал друзья сам заказчик он адекватный человек более чем адекватных он мне сказал михаил но я не хочу вот там вот городить вот эти железки закрывать там вид смотреть назад панели но я хочу чтобы было была энергия поэтому давай он согласовал со мной даже уговаривал меня друзья давай положим вот так на стенку облокотим и закон будет хороший вид и в любом случае будет прибавка друзья да будет прибавка вот так в общем жду от вас лайки один к трем на 10 просмотров должно быть три лайка вот и тогда я сниму тесты с диодом солнечный день покажу вам эффективность все используйте альтернативу там где это можно нужно и выгодно делать всем пока